В Снежинске отпразднуют столетие со дня рождения директора Всероссийского научно-исследовательского института технической физики Георгия Ламинского. При нем НИИ называли хозяйство Ламинского. Настолько активно он участвовал во всех разработках. И к его вековому юбилею в городе ядерщиков решили провести десятки научных конференций. Приедут ведущие ученые атомной отрасли и обсудить будет что. К примеру, сейчас в стране строят новый урановый рудник. Все подробности в рубрике «Новости Росатома». Индия, Китай, Турция, Египет, Бангладеш. На сегодняшний день «Росатом» располагает самым большим в мире портфелем зарубежных заказов на сумму свыше 130 миллиардов долларов. Но в рамках заключенных соглашений российские атомщики обязуются не только построить 33 атомных энергоблока в разных уголках земного шара, но и обеспечить бесперебойную поставку топлива для этих АЭС на все время их эксплуатации. И в этом отношении зарубежным партнерам не о чем беспокоиться, ведь работа в этом направлении уже ведется. Забайкальский край, город Краснокаменск. Именно здесь, на базе крупнейшего в России и мире уранодобывающего предприятия, начинается строительство нового уранового рудника. В конце 2017 года госкорпорация выделила первые 389 миллионов рублей на возведение подстанции, необходимой для обеспечения стройплощадки электроэнергии. Сегодня в Забайкалье уже поставлена большая часть оборудования, и со дня на день должны начаться строительно-монтажные работы. Планы на ближайший год определены. В настоящее время согласованы и начинаются конкурентные процедуры осуществления закупок оборудования и закупки услуги, то есть строительно-монтажных работ для строительства следующих уже объектов. Это в первую очередь очистные сооружения шахтных вод. Запасы Аргунского и Жерлового месторождений оцениваются в 40 тысяч тонн урана. А это значит, что минимум 30 лет атомная отрасль будет стабильно обеспечиваться стратегическим сырьем. Данный проект весьма важен и для Краснокаменска, ведь запуск рудника позволит сохранить 2,5 тысячи рабочих мест, а почти миллиардные отчисления в бюджеты всех уровней дадут городу возможность развиваться. Этот проект является ключевым. От этого проекта, можно сказать, зависит будущее жизни города. Поэтому к этому проекту прикладываются и ключевые усилия, и основное внимание уделяется, естественно, всему, что происходит и всему, что связано со строительством рудника. Первая очередь рудника должна быть введена в эксплуатацию в 2023 году. А уже к 2026 году объект выйдет на проектную мощность – 850 тысяч тонн руды в год.